Вы наверняка все знаете такое блюдо, как сациви. Поговаривают, что их всего лишь два вида, один там мегрельский, один имеретинский. Говорят о том, что его нужно делать только из индейки. А другие говорят, что его еще делают из курицы и из осетрины. Сам лично я был в Тбилиси и пробовал его из осетрины, поэтому у меня в голове такая каша. И в связи с этой кашей я подумал. Это же классная тема, если сделать сациви из овощей. Ведь никто так не делает. Нет, может быть, конечно, что-то и делают, но я такого не встречал, не видел. Поэтому я заранее подготовил баклажаны. У меня здесь морковь молодая, потому что лето же. Я ее почистил и прям так вот пусть запекается. Лето, все растет на дворе. И даже если что-то не растет, ну, добавьте либо из магазина, либо используйте только то, что растет во дворе. Значит, что я делаю? Морковка самая твердая, поэтому она будет запекаться дольше всего. Я ставлю выше середины. Соль, масло. И прям под вертикальный, под верхний гриль, пусть она там запекается. Значит, баклажаны. Капуста. Лук. Лук молоденький, вкусный, сладкий. Значит, вы можете использовать кабачки, но они в воду превращаются, да, их нужно, знаете, подпечь, наверное, а потом подвялить. Капуста, кстати, запеченная, получается вообще бомба. Вкусная, вкусная. Вот попробуйте, поверьте мне на слово, будете потом писать спасибо. Далее, что делаем? Правильно начинаем поливать наши овощи маслицем. Сильно много не лейте, но баклажан, вы знаете, да, что маслом не польешь. Пропекание не ждите, будет как поролон. Значит, капусту, конечно, рекомендуется смазывать сливочным, так гораздо вкуснее, но мы же здесь делаем все одинаковое. Поэтому масло должно быть. То масло, которое с лука, из капусты сольется вниз, потом вы его не берите, потом будем добывать. Вернее, доставать оттуда овощи без масла. Значит, помидорки тоже я использую. Далее у меня соль. Немного там, что прилипло, то прилипло. Сейчас кто-то заголос хотелось, сколько он солит, сколько он солит. Слышите шум? Это шум от падающей на бумагу соли, а не на баклажан, потому что на баклажан падает, вы не слышите. Если бы мы изолировали баклажаны, вы бы не услышали соль, вы бы никогда не подумали о том, что я много солю. Все, это я ставлю вниз. Пусть это все запекается. Минут 20. В принципе, мне даже вот, знаете, я буду поглядывать, лук, если будет недопеченный, да и фиг с ним. Капуста тоже, она будет прогретая, верхушка чуть подожженная, но не надо нам там превращать все это там в пюре или пропекать все до самого. Не хочу. Ставим вниз, пусть все печется. Мне главное, чтобы испеклась морковь. А морковь мы поставим чуть выше. Вот прям под самые тены. Главное, чтобы она не сгорела. Все, температура на максимум. Потому что, вы знаете, бытовые духовки, стоит им только преградить путь к верхней, и они все, они не пекут, верхушку не запекают. Нужно всегда их переставлять или... А если производители говорят, что печет одновременно и все вместе пропекается равномерно, все это чушь собачья. Далее делаем соус, который и будет у нас, скажем, олицетворением или покрытием наших овощей. Тот самый соус боже, который люди просто говорят с ациви и ассоциируют именно с этим соусом. Соус из грецких орехов. Я специально тут притулил кастрюльку. Ну, значит, что делаем? На весы бросаем грецкий орех. Я сегодня на рынке купил. 274 грамма на литр бульона. Бульон у меня куриный, там, из отходов сваренный. Нужно 300 граммов грецкого ореха. У меня 270, ну, потому что я его, короче, подъел, пока готовился к съемке. Оставим так. Я бульона чуть уменьшу, посмотрю, чего и как. Так, значит, на этот объем мне нужно в кастрюльку сразу же, взяв чайную ложку, значит, отправляю сюда бархатцы, так называемый, и меретинский шафран. Да, вы понимаете, о чем я говорю. Были комменты, я читал о том, что, мол, типа, и зачем он там вообще нужен? Смотрите, несмотря на то, что... Я уже не раз говорил, что меретинский шафран это бархатцы. Но этот вид пряности, красителя, используется в грузинской кухне. Мы не можем взять его и исключить, потому что это там не настоящий шафран. Он там имеет свое место, и пусть он там будет. Кориандр, чайную ложку, зернышками. Почему я на дно кастрюли это делаю? Я это сейчас прогрею. Для того, чтобы специи и пряности раскрылись. Вот сход сунели, голубой пожитник. Чайную ложку. Вы знаете, можно, я думаю, что добавить хмели сунель, уже смесь готовую. Но только нужно, чтобы она была максимально свежая и ароматная. В любом другом случае, недостаточно будет вкуса. Ну, я думаю, что именно поэтому сюда зерны добавляют. Значит, никакого масла, ничего мы сюда не добавляем. Я это прогреваю на плите. Главное, не поджигать. Главное, не поджигать, чтобы ничего не горело. Мы же будем грецкий орех пробивать. Какое там еще масло внутри этого соуса. Все, немножко прогрели пряности. Сразу аромат пошел. Главное, мне ничего не сжечь тут. Теперь сюда высыпаем грецкий орех. Вообще, нужно очень внимательно следить, чтобы не попадались перепонки грецкого ореха. Грецкий орех должен быть чистый. Вот это молодой грецкий орех. Если не ошибаюсь, наверное, чилийский. Конечно, если вы были в Грузии или живете в Грузии, безусловно, я с вами даже спорить не буду. В Кабардино-Балкарии, где растет грецкий орех, он в сентябре только начинается. Это вот чилийский с Южной Америки. Ну, вкусный, хороший. И, конечно, лучше использовать наш дешевый, трехлетней давности, с горчинкой серьезной. Шутки-шутками, но вот этот вот чилийский, он меньше имеет ароматику. Безусловно, меньше. Но и горчинки он имеет меньше. Дальше чайная ложка настоящей грузинской аджики, сделанной в Подмосковье. Если вы не знаете, как ее сделать, я в описании ссылочку прикрепил для тех, кто еще не видел наш ролик про аджику. Я вас уверяю, реально, Мегрельская крутая аджика. Она еще настаивается. У меня аж слюна потекла. Так ее вдохнул ароматно. Кинза рекомендуется не более двух веток. Иначе, как говорят некоторые, будет перебор кинзы. Это будет невкусно. По мне, так не знаю. Если вы любите кинзу, можно туда ее в вагон засунуть. Так, подстригли кинзу в кастрюльку. И обязательно сюда нужно добавить зеленый чили перец. Половинку. Но так как на рынке не было зеленого чили перца, ну, то есть он был этот большой армянский, я его не только в еду использую, сюда не добавляю. Он слишком острый. А вот маленьких не было, поэтому я сюда добавлять не буду. У меня достаточно хорошо острая аджика. Если вдруг не будет их хватать остроты, я еще аджики добавлю. Теперь все это заливаем куриным бульоном. Значит, если... А мне бульона точно не хватит, я чувствую. И литр бульона нужен здесь. Вот, 300 орехов на литр бульона. Если не хватит, я немножко добавлю кипятка. Почему не овощной бульон, почему куриный? Во-первых, конечно, не кошерная история с точки зрения веганства. Я, вроде как, предлагаю облегченный вариант с ациви, с овощами, а не с индейкой. Но в тот же момент использую куриный бульон. Во-первых, куриный бульон вкуснее. Во-вторых, если вы вегетарианец или веган, то используйте овощной бульон для этого всего. Потому что все остальное все равно, ну, по большому счету, у вас уже будет вкус. Здесь все достаточно. В остальном, как бы, рулите процессами. Я вам даю только базовую составляющую. Дальше, смотрите, добавьте что-нибудь прикольного. Ой, какой аромат. О, хостринка. Это я еще не добавил чили. Только от аджики. Горячая вода. Горячий бульон, в смысле, дал остроте выйти наверх. Но, смотрите, в идеале, видите, консистенция какая. В идеале, конечно, нужно протереть ее через сито. И поставить хорошо бы в блендер, в стационарный. И чтобы пальцем не держать. Просто я уже устал это все делать. Но по вкусу мне не хватает немного кислоты. Прям каплю. Все, лимонной кислоты, капельку добавили. И все перемешиваем. Все, оставляю на плите. Соус достаточно горячий. Но, если вдруг чего, то его можно всегда отогреть. Морковка и овощи почти допеклись. Пора сюда отправить помидорки. Вот смотрите, что происходит. Я морковь вниз опустил. А остальные овощи поднял наверх. Надо вот так вот сделать. Все пообвалять еще раз в масле. Просто шикарно выглядит морковка. Которая целиком, да еще с хвостами. Знаете, такой деревенский стайл. Прям она когда запекается, у нее вода лишняя уходит. Она становится слаще в несколько раз. Просто огонь, бомба, воды. Вода, медные трубы. Значит, томаты. Я ставлю куда-нибудь вот сюда. И в духовку. Все, я думаю, что овощам еще... Значит, давайте глянем, что у нас с овощами. Капуска румянится, лучок. Баклажаны пока еще нет. Поэтому я врубаю. Я ставлю вниз морковь с томатом. На камешек, который у меня в духовке. Снизу прогреваться. А верх, а верхнюю часть я ставлю прям верхний нагрев конкретно. А чтобы верхние овощи подрумянились, я ставлю верхний тен. Будет максимальный жар. Только главное не пропустить, чтобы ничего не сгорело. Ну что ж. Мне кажется, что у меня тут все готово. Начнем. Смотрите, что мы имеем. Капуста слегка подрумянилась, да? Лук слегка подрумянился. Не любите лук, не пеките его. Любите, пеките, вкусно это будет. С этим соусом будет вкусно все. Можете просто сырую капусту взять, намазать. Будет великолепно. Прикоснулся. В общем, нужно взять самую красивую тарелку, вот такую, как у меня. Но у меня потому что есть Ксения Евгеньевна, которая делает их. И сюда выложить все овощи. Но так, чтобы руки целые остались. Такой салат из печеных овощей. И морковочка. И томатики. А великолепие-то какое, какой аромат. Вот это супер. Ой, аж слюна течет. Добавляем. Не стесняемся. А помидорки поздновато я положил. Они, конечно, размягчились, запеклись, но им не хватает. Счастливого прикосновения. Они должны были чуть-чуть прихватиться. Если не прихватились помидорки, жгите их. Жгите их. Вкус гриля должен быть. Все овощи лежат вот тут. В зависимости от солености. Вот смотрите, овощи горячие. Я не буду прогревать дополнительно соус. Он пока еще такой, знаете, градусов 70. Вот сюда ставлю соусник. И в него наливаю соус. Соус боже. А если бы это все залить соусом вообще, то, по сути, получилось бы социви. Ну, это и есть социви. Только социви как борщ. Это определенное блюдо с определенными характеристиками. Так как у нас вместо индейки овощи, поэтому социви это называть нельзя. Но я его назову социви. На свой страх риск. Буду пробовать. Тут ни вилка, ни нож не нужен. Здесь нужно брать вот так вот. Окунать вот сюда. Это самый летний рецепт. Этот соус вы будете использовать не только для овощей и курицы. Я думаю, что любителям грузинской кухни он зайдет вообще под все. Ммм. Морковка хорошо испеклась, мягкая. Все вместе. Морковка сладкая, баклажаны сладкие, капуста, лук вы каждое берете, макаете, у вас такая гамма ароматов, вкусов. Это вот лично мне зачет полный. Честно признаюсь, я до этого не готовил вот это сочетание никогда, овощи плюс социви. Но хочу вам сказать о том, что я рад тому, что вот я это вчера придумал и сегодня снял. А вы обязательно попробуйте, получится вообще огонь. Пока!